Здравствуйте, уважаемые посетители! Добро пожаловать на онлайн-семинар колледжа Эшборн о том, что такое A-Level. Меня зовут Анна Шметенко, сегодня я буду проводить этот семинар. Начнем с того, что я расскажу вам немножечко о себе. Я менеджер по продвижению Эшборна в странах СНГ, и я работаю уже здесь больше года. Сама я тоже являюсь выпускницей колледжа Эшборн, где я училась с 2013 по 2016 год. А также после того, как я закончила Эшборн, я училась в Кембриджском университете, где я изучала английскую литературу с 2016 по 2019 год. Немного о содержании, о том, что вы сегодня услышите. Я начну с того, что расскажу вам немного о том, что такое курсы A-Level. Расскажу о преимуществах изучения этого курса вместо, допустим, других программ, как, например, IB или Foundation. Также расскажу вам об аттестации, выборе предметов, и почему стоит выбрать Эшборн, чтобы изучать предметы A-Level. Также немного расскажу о личном опыте, о том, как я поступила в Кембридж, о том, как Эшборн помог мне с поступлением. И также расскажу вам, как поступить в Эшборн. И, возможно, тоже вас ждут огромные успехи здесь. Начнем с того, что такое A-Level. A-Level — это превыше всего предуниверситетская квалификация, то есть это двухкодичная программа обучения, в конце которой сдается экзамен, и вы получаете оценку, и она международно признанная квалификация. Это является эквивалентом 12-13 класса, но это по той причине, что в Англии студенты начинают учиться раньше, то есть уже в 4 года дети идут в школу, и поэтому для них это эквивалент 12-13 класса. Но для учеников СНГ это будет как эквивалент 10-11. Это стандартная квалификация, необходимая для поступления в ВУЗ, и она оценивается при помощи экзаменов, курсовых работ и практических заданий. Преимущества изучения A-Level. Изучение A-Level дает вам проявить свои сильные стороны, поскольку вы начинаете углубляться уже сразу же. То есть во многих предуниверситетских программах в СНГ, а также в других странах, например, Европы и в Америке, необходимо изучать большое разнообразие предметов, но A-Level позволяет вам углубляться сразу же, с возраста 16 лет, когда вы поступаете к нам или на другой A-Level курс. То есть вы выбираете обычно 3-4 предмета и начинаете свою специализацию. И благодаря этому вы углубленно изучаете предмет, что также, разумеется, помогает с поступлением в ВУЗ, и подготавливает к обучению в ВУЗе, где вы будете изучать только одну сферу. И да, как я уже сказала, это международно признанная квалификация, то есть не только британские ВУЗы ее требуют, но также и ВУЗы по всему миру воспринимают это как серьезную квалификацию, что показывает вашу подготовленность к университету. Аттестация. Немного об аттестации. Это двухгодичная программа, как я уже сказала. Аттестационные экзамены проводятся в конце второго года. То есть вы обучаетесь два года, и в мае-июне второго года обучения проводятся экзамены, и в этот период вы получите свои оценки и будете знать, какие оценки будут на вашем дипломе A-Level. Курсовая работа проводится в течение года или в течение двух лет, но она оценивается именно в конце тоже вместе с экзаменами в мае и июне. Также, например, в Эшберне у нас мы проводим контрольные работы, которые имитируют экзаменационные условия. То есть это прямым образом помогает вам подготовиться к предметам A-Level, к сдаче экзаменов A-Level. Мы проводим контрольные работы каждые шесть недель. Потом, после этого, преподаватели пишут отчеты об успеваемости учащихся, и обязательно устанавливается обратная связь с учеником и с их родителями, чтобы выявить слабые стороны учащегося и помочь ему с академической успеваемостью, помочь ему улучшить свою оценку, чтобы когда настоящий экзамен A-Level, когда они будут сдавать этот экзамен, они будут готовы к настоящим условиям, и у них уже будет отличное представление о том, какую оценку они получат на этом экзамене. И сейчас я расскажу вам немного о выборе предметов. То есть очень много вопросов по этому поводу. Например, особенно среди учащихся, которые до этого им просто говорили, вот список предметов, которые вам необходимо изучать, здесь все от математики до русской литературы, все, как бы, совершенно нет выбора. То есть приходится изучать то, что дают. Здесь, разумеется, система не такая. И поэтому задаются часто вопросы, как сколько предметов выбрать, как их выбрать, как насчет русского языка, считается ли это, могу ли я сдать его как предмет A-Level, будет ли это считаться как часть моей квалификации. И также я расскажу вам немного о выборе предметов в Вэшброне тоже. Начнем с того, сколько предметов стоит выбирать. Совет нашего директора по учебной части — это выбрать четыре предмета, начать с четырех. То есть сейчас, в данный момент в Британии, во многих школах имеется возможность только изучать три предмета. Но в Вэшброне мы предлагаем возможность изучать четыре. И в случае, если, допустим, вам не понравится этот предмет, его можно будет бросить. То есть... Но также имеется возможность полностью его закончить, если вам он понравится. Это как бы дает небольшую свободу выбора, так сказать. То есть если, например, вы не уверены, какой предмет вы хотите изучать в ВУЗе, то это может вам помочь, поскольку это дает вам возможность взять, допустим, два гуманитарных и два математических предмета. То есть поэтому мы даем такой выбор у нас в Вэшброне. Но я должна сказать, что вузы, британские вузы на данный момент требуют только три предмета. Но, допустим, если вы хотите поступить, например, в Оксфордский или Кембриджский университет или в Imperial College, то это возможно сделать с тремя предметами. Но, допустим, если вы хотите выделиться среди других кандидатов, мы можем посоветовать вам взять четвертый предмет. И также в Вэшброне мы гарантируем выбор ваших предметов до 1 июля. То есть если до 1 июля того года, когда вы начинаете у нас учиться, вы выберете предметы, то мы гарантируем вам место на этих предметах. И вы можете поменять предметы, если вам они не понравятся, в течение первых двух недель обучения. Как выбрать предметы? То есть, разумеется, есть то, что вас интересует, но как насчет того, что вы будете делать в вузе? Есть ли какие-то особые требования для вуза? На многих курсах, когда вы заходите на веб-сайт вузов, в которых вы хотите поступить, они предлагают список, в зависимости от курса, какие предметы они ожидают увидеть, какие оценки, по каким предметам они ожидают увидеть. То есть, превыше всего, если вы ориентированы именно на поступление, то я бы сказала, что стоит сперва изучить веб-сайт университетов, в которые вы хотите поступать, и курсов, на которые вы хотите поступать. Но, разумеется, вы же, скорее всего, не будете поступать туда и на те курсы, которые вам не нравятся. То есть, разумеется, будут общие предметы, которые требует вуз, но которые тоже вас интересуют, потому что вы будете изучать то, что вас интересует. И, поскольку это двухгодичная программа, мы, конечно же, рекомендуем, если вас не интересует математика, то не стоит ее брать только потому, что один курс где-то сказал, что вам стоит это сделать. Потому что вы будете изучать этот предмет два года. То есть, вам нужно, чтобы он вам искренне нравился, и чтобы вам было интересно. Но также стоит рассчитывать свои сильные стороны. В каких предметах вы считаете, вы можете получить наилучшую оценку. И это тоже весомый фактор, поскольку, разумеется, чем лучше вуз, тем более высокие оценки они от вас ожидают. Также люди у нас очень часто спрашивают, потому что у нас очень много интернациональных студентов. 40% Эшборна – интернациональных студентов, остальные 60% – британцы. У нас спрашивают, можно ли брать родной язык, можно ли считать это в качестве A-level, можно ли сдать экзамен по нему. Некоторые люди считают, что это как бы трата времени. То есть, допустим, вы говорите на русском языке. Зачем вы приехали с этой страны, вы приехали с России или со страны СНГ? Зачем вам доказывать, что вы знаете русский язык? Это ваш родной язык. Но, разумеется, у этого есть кое-какие преимущества. То есть, вы воспользуетесь вашей сильной стороной и тем самым продемонстрируете вузам, что у вас официально есть вот эта способность, так сказать. Это отличный план B, но может быть даже и план А. То есть, допустим, скажем, вы взяли три предмета, и ваш университет, в который вы хотите поступить, он требует от вас именно оценки, допустим, A-star, A-A, то есть 5 с плюсом 5,5. И вы, к сожалению, не добрали, и у вас получалось 5 с плюсом 5,4. Но если, например, вы сдали русский язык, и, разумеется, вы сдали его на отлично, потому что это ваш родной язык, это может считаться как официальный предмет, невзирая на то, что это ваш родной язык. Поэтому мы рекомендуем всем иностранцам тоже считать это как A-level предмет. Но и мы даем вам возможность взять его как 5 предмет. То есть вы можете изучать 4 предмета и потом сдать русский язык фактически без подготовки. То есть вам не придется его изучать в течение года. И по окончанию первого года обучения мы дадим вам возможность его сдать, чтобы не пришлось сдавать его в то же время, когда вы сдаете остальные экзамены в конце второго года обучения. И поскольку мы не будем преподавать это, поскольку вы уже все знаете, просто перед экзаменами мы обеспечиваем поддержку подготовки к экзамену непосредственно. То есть мы пригласим специалиста, и они вам расскажут немного о том, как сдавать экзамен, что именно потребуется от вас на экзамене. Но, разумеется, они не будут вам рассказывать грамматику, будет просто «А, да, там будут вопросы вида А, Б, Ц», и вы будете готовы к этому. То есть A-level — это, опять же, квалификация, и вы можете уже воспользоваться навыками, которые у вас есть, чтобы показать другим, на что вы способны, показать вузам, на что вы способны. В Эшборне у нас имеется четыре группы, так сказать, условно сказать, четыре группы предметов. То есть у нас есть практические предметы, гуманитарные, науки, математики и языки. В практические предметы, в список практических предметов входит изобразительное искусство, графическая коммуникация, текстильное искусство. У нас, к сожалению, нет фотографии, фотографического искусства, но у нас есть проявочная комната для фотографий И вы можете использовать те фотографии, которые вы сделаете, для других предметов искусства, так сказать. И очень многие из наших студентов именно пользуются фотографическими навыками, чтобы усилить свои портфолио в других предметах. Также у нас есть музыковедение, театроведение и киноведение. Среди гуманитариев, то есть предметов, которые на основе курсовых работ, у нас имеется английская литература, история, философия, антиковедение, политология и история искусств. Среди наук и математик, биология, химия, физика, стандартная, информатика, экономика, математика и дополнительная математика, а также психология. И среди языков вы можете изучать у нас французский и испанский язык не как родной язык, то есть вы можете практически начать с нуля. Но, конечно, мы рекомендуем, чтобы была какая-то база. И, конечно же, родной язык русский, как я вам уже сказала. Почему стоит выбрать Ashburn для обучения и леву? Ну, во-первых, наши высокие оценки и вузы, в которые поступают наши выпускники с этими высокими оценками. Я дальше приведу вам в список, куда поступили наши выпускники, и можете решать по себе, если вы хотите учиться у нас. Также в Ashburn интересно учиться. Мне самой довелось здесь учиться. И это было замечательное время, было очень интересно. Преподаватели очень заинтересованы. Они очень, они преподают просто замечательно. И никогда не кажется, что тебе дают просто как лекции. Всегда есть ощущение, что учитель как бы ведет с вами разговор. И поскольку можно отвечать и можно задавать вопросы, то действительно получается такой процесс, где взаимовыгодный, взрослый подход к обучению. Но я расскажу вам об этом побольше, чуть позднее. Извиняюсь, технические неполадки. То есть, да, как я уже говорила, здесь очень интересно учиться. И последний пункт в моем списке — это подготовка к университетской жизни. То есть, мы считаем, что главные навыки — это нисколько даже знание самого предмета, но самостоятельность, которую мы прививаем в Ashburn. И именно этот навык поможет нашим выпускникам выделиться среди толпы в университете, а также на рабочем месте дальше, когда они уже закончат университет. И это одна из наших сильных сторон. Также мы уделяем личное внимание каждому из наших учащихся. У нас небольшие классы, никогда не больше 10 человек в одном классе. Каждому студенту выделяется личный куратор, кто наблюдает за успеваемостью учащегося. Мы предлагаем индивидуальную поддержку с поступлением в ВУЗ, то есть помогаем с написанием мотивационного письма, помогаем подготовиться к собеседованию, рекомендуем, какие книги стоит прочитать и так далее. Да, и, как я уже сказала, подготавливаем к университетской жизни и пребываем в самостоятельность. Еще одно преимущество Эшберна – это, как и говорится здесь, практика обратной связи, снова практика. Мы проводим контрольные работы, как я уже упомянула, каждые 6 недель. И после каждой контрольной работы преподаватели пишут отчеты об успеваемости своих учащихся. И после этого, благодаря этому, скорее, мы выявляем слабые стороны учащегося и устанавливаем обратную связь с учеником и с их родителями. И таким образом ученик сможет определить, где стоит поднажать, так сказать, и где ему стоит, допустим, прочитать что-то дополнительное или уделить больше времени упражнениям из определенной сферы. И это мы все помогаем выявить, благодаря тому, что мы постоянно проводим тесты. И, да, таким образом, когда вы будете сдавать сам экзамен A-Level, вы будете совершенно к нему готовы. И мы, как я уже упомянула, и как я уже, я сделала ударение на то, что мы прививаем самостоятельность. И мы гордимся тем, что мы преподаем, мы даем нашим ученикам, так сказать, взрослый подход. То есть у нас очень много таких, так сказать, неформальных аспектов. Например, к учителям ученики обращаются по имени. То есть, допустим, наш директор по учебной части Ли Керби, вместо того, чтобы говорить мистер Керби, ученики называют Ли, у нас нет школьной формы. И мы проводим семинары вместо лекций и уроков. То есть, вместо того, чтобы проводить занятия, где учитель стоит перед классом и просто рассказывает им о предмете в течение часа, вместо этого мы поощряем и даем нашим ученикам возможность задавать вопросы во время уроков и быть любознательными, интересоваться. И таким образом у них выходит что-то вроде диалога, скорее, чем просто одностороннее обучение, односторонний выброс информации. И таким образом ученикам часто становится намного интереснее учиться, потому что мы даем им возможность следовать за своими интересами, так сказать, и углубляться в них. А также часть нашего, так сказать, взрослого подхода – это то, что у нас есть отборочный процесс. То есть, если ученик не добирает по оценкам в конце первого года, поскольку мы проводим внутренние тесты, это не считается частью левела, но мы проверяем успеваемость учащегося. И если они не могут набрать 3С, то есть, так сказать, 3 тройки будут, скорее всего, наш эквивалент, то, к сожалению, они не смогут учиться дальше. Да, извиняюсь. Мы считаем, что отборочный процесс помогает создать атмосферу, в которой каждый ученик заинтересован в том, чтобы достигать новых высот. И благодаря этому каждый ученик Эшборна знает, что все остальные ребята тоже очень много, очень сильно вкладываются в свою учебу, тоже заинтересованы в тех же вещах, что и заинтересованы они. И это помогает создать атмосферу, где все ученики мотивируют друг друга. И они все вместе поступают в университеты, которые они выбрали, и они очень там успешны. Директор Эшборна сам является преподавателем, и поэтому, благодаря его выбору преподавательского состава, в Эшборне очень качественное преподавание и проверенные методы преподавания. Средняя оценка за последние 7 лет в Эшборне – это 50% из старой A, то есть наши эквиваленты – это 5 с плюсом и 5. И помимо этого, один из пяти студентов получили 3A или выше за 2019-2020 год. И в вузы, куда поступили наши выпускники, это 54% наших выпускников поступили в университеты элитной группы Russell. Это в список элитной группы Russell, в список этих университетов входят такие университеты, как Оксфордские и Кембриджские университеты, а также Imperial College London, London School of Economics, UCL и так далее. Вот, пожалуйста, список за последние 5 лет, куда поступили наши выпускники. То есть здесь, как вы видите, имеются такие, как я назвала вам, Kings College London, например, это тоже является университетом группы Russell, или, например, UCL, Imperial и также Кембридж, как вы можете заметить. Также, помимо всего этого, у нас имеется программа подготовки к вузу, то есть мы оказываем дополнительную поддержку для студентов, которые хотят изучать программы, на которые особенно трудно попасть. Например, инженерная программа, финансовая программа, медицинская, а также программа искусств Эшборна. И вы можете скачать их на нашем стенде. Теперь немного о моем личном опыте с Эшборном. Эшборн, разумеется, помог мне в выступить в Кембридж, поскольку, когда я приехала, я еще даже не говорила на английском, на таком уровне, о котором я говорю сейчас. Может быть, вы заметили, я уже достаточно, мне кажется, я забываю русский, потому что полностью переключилась, так сказать. Но да, именно в Эшборне я смогла выучить язык на таком уровне. Но это только самая поверхностная. Была куча поддержки, оказанная была со стороны Эшборна. Например, у них есть программа, у нас есть программа Oxbridge, где оказывается помощь именно студентам, которые хотят поступить или в Оксфорд, или в Кембридж. К каждому учащемуся, независимо от того, куда они хотят поступить, выделяется куратор UCAS. UCAS — это онлайн-виртуальная приемная система британских вузов. И куратор UCAS помогает, например, он рекомендует, какие книги стоит прочитать, помогает ученику составление мотивационного письма, также ведется подготовка к собеседованию. То есть лично мне мой куратор UCAS, допустим, посоветовал очень много книг, которые меня не все интересовали, или я стала как бы экспертом в определенной области. И благодаря этому я смогла написать об этом в своем мотивационном письме. И на собеседовании обязательно спрашивают об этом, обязательно спрашивают о ваших интересах, которые вы выразили в мотивационном письме. И я была совершенно готова к своему собеседованию, потому что Эшборн также проводил пробные собеседования со мной. То есть обязательно был человек, который задавал мне вопросы. и формат был совершенно такой же, как и было настоящее собеседование, настоящее интервью. То есть вплоть до того, что пока, допустим, там я изучала английскую литературу, и там нужно было проанализировать стих, который я до этого не видела. То есть, допустим, дается пять минут, нужно было изучить стихи и потом рассказать, что я думаю о нем. И там, ну, допустим, поговорить о метафорах, аллегориях и прочее. И вплоть до того, что в Эшборне они предсказали, какой автор у меня будет на этой части собеседования. То есть у меня была поэма того автора, который я уже читала, потому что я была совершенно готова. И, конечно же, последнее — это самостоятельность. Как я уже, я на каждом слайде, считайте, рассказываю вам про самостоятельность, но действительно самостоятельность, самостоятельность — самостоятельность. Если ребенок самостоятельный, если ученик самостоятельный, значит, они будут, они подготовятся, они подготовятся наилучшим образом и смогут поступить туда, где они хотят учиться. И Эшборн, конечно же, помогает с этим. Да, они окажут помощь с мотивационным письмом, с собеседованием и прочее, но если ученик сам не хочет учиться, если ученик сам не хочет напрягаться, то, к сожалению, далеко не пойдешь. И, разумеется, я в 16 лет уехала в Англию, и вот сейчас я здесь, и я считаю, что это огромная заслуга Эшберна именно. Так, как же поступить к нам? Вот список наших требований, то есть мы ожидаем как минимум 5 четверок и пятерок в аттестате среднего образования СНГ. Это будет как эквивалент между B и A, если вы уже учитесь за границей. То, да, и как минимум мы ожидаем четверку по тем предметам, которые вы хотите изучать. И мы рассматриваем кандидата на индивидуальной основе и проводим тестирование по определенным предметам. И самое главное, IELTS не нужен. Мы проведем тестирование английского языка, потому что, разумеется, знать его необходимо, потому что полностью преподавание на английском языке. Но мы сами будем давать уроки IELTS для вас, чтобы вы смогли поступить в ВУЗ после этого, поскольку это одно из требований для иностранных студентов. Так, в процессе поступления первый этап, конечно же, это сбор пакета документов и отправка его нам, отчет обеспеваемости, мотивационное письмо и копия паспорта. И потом, после этого мы проведем собеседование, посмотрим уровень английского, посмотрим, подходите ли вы нам, будут ли вы, так сказать, считаем ли мы, что вы справитесь у нас, так сказать, с нашей независимой атмосферой, так сказать. И тестирование. В зависимости от предмета, но обычно у нас ученики сдают критическое мышление и математику. Мы предлагаем гранты, для этого необходимо быть отличником, поскольку мы ищем будущих лидеров. И обязательно указать в мотивационном письме, почему вы считаете, что вы идеальный кандидат на получение гранта. И, конечно же, если у вас есть какие-либо вопросы, то свяжитесь с нами. Вот, пожалуйста, наш стенд, так он выглядит, мы все его видели. И вы можете или обвиняться со мной визитками, или просто выйти на контакт, используя одну из социальных сетей, которые приведены ниже, одну из мессенджеров, один из мессенджеров. И теперь я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы, так сказать, досидели до конца, несмотря на то, что я уже забываю русский язык и еле как рассказываю вам все это. Но я надеюсь, что все равно была хоть какая-то полезная информация. Огромное спасибо вам, и до встречи на стенде! Субтитры создавал DimaTorzok